Добрый день! Иногда некоторые очень неожиданные объекты могут оказаться в коммерческой недвижимости. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Да, поэтому постараемся взять этот вопрос максимально широко, как у нас получится. Прежде чем мы перейдем непосредственно к коммерческой недвижимости, хотелось бы пару слов сказать о протоколе СИП. Для тех, кто не знает, может быть, ранее не сталкивался с ним, идеология компании Epimatico заключается в том, что мы нашим таким неформальным лозунгом являем решение All over SIP. Все наши продукты в подавляющем своем большинстве поддерживают данный протокол. Это межотраслевой открытый протокол, который используют разные вендоры при производстве оборудования. То есть телефон, домофон, камера, IP-ATS, все поддерживают данный протокол СИП, и на этом универсальном языке между собой оборудование общается, что позволяет связывать их между собой и организовывать различные сценарии для коммуникации между абонентами. В этом отношении все наши ключевые вендоры, по сути, вообще все бренды, которыми занимается компания Epimatico, так или иначе находят свое применение в рамках этой концепции All over SIP и конкретно в рамках применения оборудования в коммерческой недвижимости. Так что сегодня, когда мы будем рассматривать различные проекты, различные сценарии, кейсы, вы увидите, по сути, вот все, что представлено на экране, так или иначе будет во всех этих кейсах. Ну, начнем мы, наверное, с наиболее понятного и наиболее понятной отрасли, где именно, что именно есть коммерческая недвижимость, решение для офиса. Конечно же, современный офис напичкан, фарширован различными абонентскими устройствами. Чтобы во всем этом изобилии разобраться, давайте с вами начнем с входной группы. Обычно на двери в офис размещается домофон. В нашем примере мы используем домофон с поддержкой SIP от компании Fanville. Этот домофон имеет встроенную камеру. Этот домофон имеет встроенный считыватель карт. Если приходит посетитель, не сотрудник организации, он нажимает кнопку вызова на домофоне, и звонок поступает либо на пульт охраны, он может быть в приложении принят этот звонок, чтобы увидеть на компьютере изображение с камеры домофона, либо звонок с домофона может поступать на телефон секретаря с поддержкой видеосвязи. Секретарь также будет видеть, кто стоит у двери, и уже примет решение, скрывать дверь или нет. Если же в офис приходит сотрудник, у него есть возможность войти в офис с помощью карты, приложив ее бесконтактно к домофону. И благодаря поддержке считывания карт домофон может выполнять базовые элементы контроля доступа, отмечать, когда пришел сотрудник утром и когда сотрудник с данной картой вышел вечером. Руководитель же может потом постфактум в веб-интерфейсе домофона посмотреть отчет, кто когда приходил, кто когда уходил. Далее надо сказать, что вся офисная сеть, какие бы устройства мы ни использовали, должна строиться сейчас в современном офисе по локальной сети Ethernet. Для этого в офисной сети используются коммутаторы. Мы предлагаем коммутаторы компании Vitec. Это как коммутаторы без передачи питания по технологии ПУЕ, так и коммутаторы с поддержкой передачи питания по технологии ПУЕ. Если коммутатор без питания, то в него подключаются обычно стационарные компьютеры пользователя. Если коммутатор поддерживает передачу питания, то можно таким образом подключать в офисе телефоны, камеры, домофоны и точки доступа Wi-Fi. И о них бы я хотел поговорить сейчас поподробнее. В любом современном офисе разворачивается Wi-Fi. Причем две сети. Одна это гостевая, вторая это сеть для сотрудников. Такие сети можно построить на оборудовании компании TGNET с использованием точек доступа TGNET, как потолочных, так и настенных, с использованием контроллера аппаратного компании TGNET. Можно сотрудникам выделить большую полосу доступа, обеспечить гарантию доставки пакетов. Посетителям же можно сделать гостевой доступ к Wi-Fi бесплатный, где-то в зоне ресепшн разместить табличку с реквизитами доступа, чтобы гости могли коротать время, ожидая сотрудников или ожидая чего-то, и пользоваться интернетом. Ну, конечно же, никакой современный офис не обходится без систем безопасности. В данном случае к коммутаторам с поддержкой технологии ПЛЕ можно подключить IP-камеры наблюдения, камеры производства компании Milesight. Есть различные варианты исполнения, также потолочные, настенные могут быть камеры, могут быть с пылевлагозащитой для установки на улице. И от Milesight можно установить в офисе NVR, сервер регистрации и хранения видеозаписей. Тут вот хотелось бы сказать, что в домофоне, как вы помните, есть камера, чтобы можно было видеть посетителя. Так вот, камера домофона, она может постоянно в режиме 24 на 7 отдавать поток в сторону видеорегистратора Milesight, и таким образом будет на сервере хранения видеозаписей находиться и запись, скажем так, перед дверью, то, что снимает домофон. Илья, правильно я помню, что он же ведь еще и ночью может снимать? В практическом качестве. Конечно. Практически во всех домофонах, видеодомофонах от Funville установлены камеры с возможностью ночной съемки, инфракрасные камеры. Ну, разве что вот исключение домофоны серии Mini i10, в которых тоже есть камеры, но без режима именно съемки ночью, ну, которые устанавливаются где-то в тамбуре, в каком-то предбаннике перед офисом, где подразумевается, что есть освещение. Если поговорим про уличные модели, где, возможно, потребуется запись того, что происходило ночью, в темное время суток, то, конечно, это все реализовано по всех уличных домофонах от Funville. Ну, и теперь поговорим про рабочие места сотрудников. Здесь надо сказать, что у рядовых сотрудников на столе обычно используется недорогой стационарный IP-телефон. В данном случае мы рекомендуем телефоны Ялинк серии Т4. С сотрудникам, которые выполняют руководящие обязанности, можно установить IP-телефоны с большим размером экрана. Это серия Ялинк Т5. Можно установить телефоны с поддержкой видеосвязи. Но также в любом офисе есть сотрудники, которым требуется перемещаться по офису. Для таких сотрудников можно разместить, развернуть в офисе микросотовую ДЭКТ-систему, состоящую из базовых станций Ялинк и трубок Ялинк различного форм-фактора, скажем так, для секретаря, для рядового сотрудника. Или же трубку для руководителя, которая будет выглядеть более представительно. Не только же Ялинк, еще же есть микросотовая ДЭКТ-система от Гигасет. Да, Илья, совершенно верно. Практически одинаковые возможности в микросотовых системах от Ялинк и от Гигасет. Они могут быть полностью заменены друг другом. Но в данном примере я привел Ялинк именно потому, что ДЭКТ-система Ялинк позволяет на одну систему совершать больше одновременных вызовов. А офис, он обычно очень как раз сильно нагружен звонками. Здесь именно поэтому использовано оборудование Ялинк. Но если в офисе переговоров немного, то, конечно, можно и Гигасет использовать в равной степени. Одну секундочку, забыл сказать про последний элемент. Это, конечно же, видеоконференц-связь. В любом офисе есть переговорные комнаты различного размера. Бывают маленькие комнаты на 4-6 посадочных мест. Бывают большие конференц-комнаты. Для того, чтобы их оснастить, мы предлагаем оборудование для видеоконференц-связи компании Ялинк. Есть различный спектр терминалов, который может покрыть помещение различной площади. Мы сейчас не в очень большой переговорке, но вот рядом с нами тоже есть терминал от Ялинка. У нас, кстати, есть специальный деморум, посвященный этому оборудованию. Если что, приходите, все покажу вживую. Если говорить про все-таки малый и средний бизнес, про оснащение офиса, то тут надо сказать, что кроме оконечных устройств, про которые мы с вами уже подробно все рассказали, есть и сетеобразующие головные устройства. И если говорить про малый и средний бизнес, то обычно бюджет сильно ограничен. И здесь, чтобы построить саму сеть Ethernet, саму локальную сеть компании, может быть использован даже не отдельный DHCP-сервер, а можно сразу использовать IP-ATS компании Ястар, которая имеет встроенный DHCP-сервер. И на основе этого сервера вы подключите в офисе и компьютеры, и камеры наблюдения, и IP-телефоны. Для этого нужно только IP-ATS Ястар и коммутатор, которому будут физически подключены устройства в офисе. Ну и, конечно же, IP-ATS будет выполнять свою основную роль, роль телекоммуникационного ядра, через который проходят звонки. То есть к этой АТС могут быть подключены как IP-телефоны, так и аналоговые телефоны, так и системы видеоконференц-связи, в том числе и какие-то персональные в виде мобильных устройств. Если же говорить про крупные предприятия и коммерческую недвижимость, которую они могут занимать, то это обычно распределенные филиальные структуры. Есть у этих компаний офисы разной площади, разного, скажем так, предназначения, и потребности у них разные. В некоторых офисах много сотрудников, им нужны стационарные телефонные аппараты, у них большие переговорные комнаты на этих коммерческих площадях. Другие же филиалы данных компаний могут быть не очень большими, с небольшим количеством сотрудников, и эти сотрудники мобильные, им нужно постоянно перемещаться. И переговорные комнаты, может быть, она либо совсем маленькая, либо это может быть буквально какое-то рабочее место, за которым все сотрудники собираются для каких-то корпоративных совещаний. Здесь основное, что хотелось бы сказать, что для площадей разных по объему, разных по потребностям, в портфеле компании Appymatica есть различное оборудование, как для телекоммуникации, как для видеосвязи, так и охранное оборудование, которое любые потребности покроет. Но общее, с точки зрения коммуникационного ядра у всех крупных компаний, это то, что используется гидро централизованно, либо в головном офисе, либо это собственный дата-центр, который обслуживает все филиалы. И в данном случае мы предлагаем программную IP-ATS 3CX. Она позволяет по защищенному каналу очень удобно все филиалы между собой объединить. Это стабильное, надежное решение, в котором можно использовать резервирование для высокой надежности телекоммуникации. И тут еще надо сказать, что 3CX поддерживает сквозной статус, отображение статуса всех абонентов. То есть, находясь в офисе в Москве, я могу видеть, занят или разговаривает мой коллега, который работает в офисе в Екатеринбурге. И если его телефонный номер свободен, я буду видеть соответствующую индикацию у себя на телефонном аппарате или в приложении, и смогу ему либо написать, либо позвонить, чтобы получить оперативный ответ. Я хочу сделать специальную публикацию с иллюстрациями, со скриншотами. Если кому-то интересно, напишите в комментариях, кините ссылочку, ну или просто зайдите к нам на сайт и почитайте эту новость. Ну, если чуть поподробнее поговорить про коммуникационное ядро, то Естар, компания с 2006 года на рынке, входит в топ-10 производителей аппаратных IP-АТС. И именно аппаратный АТС данного производителя наиболее известный, наиболее популярный на российском рынке. Это несколько АТС в серии S, имеют они различную емкость от 20 абонентов до 500 абонентов максимально можно к этой АТС подключить. И отличительной особенностью данных IP-АТС можно увидеть на изображении – это аналоговые порты, аналоговые интерфейсы, к которым можно подключить аналоговые линии связи или аналоговые телефоны. Вот на данном примере как раз видно, что в локальной сети компании находится IP-оборудование, это телефоны, домофон, камеры, но есть и физическая возможность подключить аналоговую городскую линию к АТС, есть возможность подключить мобильные линии связи GSM или UMTS к IP-АТС ЕСТАР. Это гибридная IP-АТС. Если же говорить, как удобно пользоваться или как удобно можно зарабатывать, но на оборудовании ЕСТАР в разрезе коммерческой недвижимости, то тут можно видеть такой вариант, когда собственник площадей может предлагать IP-АТС арендаторам либо в аренду, на какое-то время давать, либо отдавать им полностью в собственность, но брать эти станции на обслуживание. Все IP-АТС ЕСТАР могут подключаться к облачному сервису, который называется ЕСТАР Remote Management, и собственник коммерческой недвижимости через этот облачный сервис будет видеть состояние IP-АТС, наличие каких-то ошибок в работе станции. Например, если есть проблема с подключением к СИП-линии, он может сигнализировать, собственник может сигнализировать арендатору об какой-то ошибке или проблеме в совершении или приеме вызовов, помочь арендатору разобраться с этой проблемой, то есть таким образом обслуживая его и дополнительно зарабатывая на обслуживании своих арендаторов. Но сейчас все-таки у нас 21 век на дворе, многие арендаторы предпочитают пользоваться услугами виртуальной IP-АТС, то есть не брать себе физического оборудования, а просто получать готовую услугу. У них есть на столах IP-телефоны, но эти телефоны подключены к облачной АТС. В данном случае у компании ЕСТАР есть такой продукт, как ЕСТАР Management Plane, это облачная АТС, которая может быть размещена в дата-центре бизнес-центра, например, и эту облачную АТС можно нарезать на маленькие АТС и выдавать их во временное пользование арендаторам. Максимальная суммарная емкость этого облачного решения 2000 абонентов, и это решение можно разрезать на 100 виртуальных АТС различной емкости под нужды конкретного арендатора. Кому-то 10 абонентов, кому-то 50, кому-то, если нужно, 100. И, конечно же, как и в предыдущем примере, если пользоваться облачной виртуальной АТС ЕСТАР, то также собственник недвижимости может обслуживать эти станции, он будет видеть в реальном времени состояние этих АТС. И если арендатору потребуются какие-то изменения в станцию внести, ну, например, ушел сотрудник в отпуск, нужно переадресацию настроить, появился новый отдел, нужно новый IVR записать, собственник недвижимости может брать на поддержку такие компании и оказывать им помощь в данных услугах и зарабатывать. Нельзя, конечно, и про 3CX не сказать, не я старым единым, мы живы и предлагаем различные решения, в том числе вот программную коммуникационную платформу 3CX у кипрского производителя, известного по всему миру, но, наверное, про регалии 3CX долго говорить не возим, сразу перейдем к краткому описанию самой платформы. По своей философии, по своему предназначению, это не просто АТС, а именно платформа UCNC, Unified Communication Collaboration, как заявляет сам Петер, здесь объединены и телефонные коммуникации, и возможности видеоконференц-связи, и проведения вебинаров. Кстати говоря, конкретно вот этот вебинар сейчас вы смотрите или смотрите в записи, сделанный на платформе 3CX. Всевозможные расписания, дашборды, возможности совместно проводить работу и делиться информацией не только в голосовом режиме, возможности для мобильных сотрудников и мобильные приложения, также приложения для PC, возможности интеграции с сторонними системами, с CRM-системами, и также, кстати говоря, системы управления отелей, о чем чуть позже поговорим в рамках нашей темы коммерческой недвижимости. И возможности для колл-центров для того, чтобы 3CX работала не просто как АТС, а полноценная платформа для центров обработки вызова, для атакции. А еще, по всему прочему, можно и веб-конференции проводить на платформе 3CX, то есть полностью закрыть нужды по обучению внутренним корпоративным каким-то мероприятиям на одной платформе. Это правда. Ну и чтобы немножко, может быть, заинтересовать, скажу такой вброс, что именно функционал веб-конференции в 3CX не стоит ничего, буквально ноль рублей, так что попробуйте, не пожалеете. Далее в рамках нашего вебинара мы перейдем уже к более конкретным примерам, разберем разные кейсы в разных сферах. Кроме такого самого, пожалуй, общего кейса офисов, сейчас перейдем к более конкретным вещам. Но здесь хочется поговорить про решения для жилой недвижимости. Конечно, мы понимаем, что это не самые, наверное, яркие примеры именно коммерческой недвижимости в нашем понимании, но можно также про это говорить, как, например, дома, которые сдаются в аренду, какие-то апарт-отели и так далее. То есть действительно есть жилая недвижимость, которую можно воспринимать именно с этой стороны как коммерческую недвижимость. Поговорим сначала про многоквартирные дома, ну или дома с большим количеством апартаментов, комнат. Ну, в общем, там, где есть подъезды, дальше, соответственно, лестничные тамбуры и несколько квартир. Здесь базово на входе есть два основных сценария применения домофонов. Первый – это такие модели, как Funvel I31S, защищенные и с полноценной клавиатурой, чтобы, соответственно, пришедший гость мог набрать номер квартиры и позвонить непосредственно хозяину этой квартиры, и тот уже решит, впускать его или не впускать. Также жильцы могут войти по коду, могут приложить RFID-карточку, или, соответственно, набрать номер охранника, и тот уже их впустит, нажав на кнопку у себя на своем ответном устройстве. Есть примеры, обычно это более элитное, более дорогое жилье, где по философии нельзя допускать, чтобы кто-то с улицы мог побеспокоить жильцов. В таком случае применяются модели, как на более правой картинке, например, 32-й или 16-й модели от Funvel, где нет полноценной клавиатуры, есть только, соответственно, считыватель RFID-карты, для того, чтобы жильцы могли прийти, приложить свою карточку и, соответственно, попасть в квартиру. Но при этом емкости считывателя на минимум 2000 карт достаточно, по сути, для любого размера подъезда. Наверное, крайне редко где, когда в одном подъезде живет большее количество людей. Или же пришедший человек может нажать на кнопку, позвонить консьержу или охраннику, и тот уже примет решение, пустить человека или не пустить. Есть в списках, что вообще произошло, но непосредственно жильца никто побеспокоить не может. Есть каркасная подсветка номофона в Funvel, потому что частенько у входа в подъезд бывает недостаточно ярко, а тут будет отчетливо видно пришедшего. Да, это все так. И сразу действительно обговоримся, что часто возникает вопрос, зачем вообще нужен видеодомофон в подъездах. Ну, для большинства из нас это действительно непривычно. Действительно, многие жильцы не хотят этот функционал. Иногда управляющие компании берут за это какие-то дополнительные деньги, именно за услугу видеодомофонии. Ну и, соответственно, не хочется, чтобы там дополнительные 150 рублей входили в ежемесячную плату за квартиру, если это не нужно. А во-вторых, не хотят тратиться на более дорогую ответную часть. То есть ставить в квартире либо ответное устройство планшетного типа, либо, например, видеотелефон. Ну, не совсем понятно, зачем это нужно и вообще кому это нужно. В данном случае у нас включен протокол СИП, который позволяет универсальное конечное устройство использовать в видеопланетном. Да, во-первых, да. Во-вторых, различные схемы применяют сами управляющие компании и владельцы жилья, чтобы извлекать больше прибыли. Например, продавать записи с видеорегистраторов не только с камер видеонаблюдения, но также можно и с домофоном, чтобы непосредственно дать запись человеку, кто пришел, в какой момент звонил, что говорил, что хотел. Тоже за какие-то деньги, ну, обычно это 100, 200, 300 рублей за один случай. Ну, соответственно, жилец может не платить каждый месяц, а только в случае какой-то экстренной ситуации особой необходимости для себя, соответственно, воспользоваться этой услугой. Ну, и вообще, если посчитать экономику таких инсталляций, обычно 10-20% жильцов по умолчанию хотят пользоваться именно функционалом видеодомофонии. Но если посмотреть разницу в цене между видеодомофоном и аналогичным аудиодомофоном, и разделить это на всех жильцов подъезда, то получаются действительно копеечные разницы. Так что лучше и проще сразу предусмотреть более качественное, более дорогое, более функциональное решение, потому что в финансовом плане жильцам эта жизнь никак не испортит. Хотелось бы добавить, что, конечно, экономически вам жильцы могут опонировать и говорить, что аналоговые устройства домофонные стоят сильно дешевле, аналоговые приемные устройства в квартире будут стоить сильно дешевле, но в современной недвижимости зачастую уже проложена внутри помещения локальная сеть. Она проложена в подъезде, она проложена на двери жильцов. И аналоговых коммуникаций в доме нет. Если мы говорим про современную недвижимость, то ставить там аналоговое оборудование может обойтись даже дороже, потому что надо всю сеть растягивать по подъезду, по каждому жильцу, накладывать вторую сеть, скажем так, в недвижимости, для того, чтобы работали аналоговые приемные и вызывные устройства. И это будет не факт, что дешевле. Конечно, да. В основном в остальных это все тоже поможет экономить. Но есть также и частные дома, какие-то, может быть, дома, сдающиеся в аренду, таунхаусы, но в целом то, что называется частным сектором. Вы можете спросить, почему мы добавили его в презентацию по коммерческой недвижимости. Посмотрите, что происходит сейчас с ситуацией по изоляции, по удаленной работе. Многое, множество недвижимости, бывшей частной, сейчас превратилось в коммерческую, сдается. Конечно же, люди, которые хотят удаленно работать, выдвигают дополнительные требования по обустройству этой недвижимости, для того, чтобы он мог удаленно, эффективно трудиться. Действительно, да, мы предлагаем решение для таких объектов, для таких, может быть, семей, включающих в себя и видеонаблюдение по периметру, и симптомофонию контроля доступа, телефонию, как видите на иллюстрации, дехтелефон от Елинг, так и наличие видеотелефона для человека, который работает из дома, со всеми возможностями современных коммуникаций. Ну и все это у нас коммутируется с помощью оборудования от Vitec, ну и, соответственно, сеть строится на основе IP-ATS EASTAR. Здесь большая емкость не нужна, поэтому мы предусматриваем модель EASTAR S20. С жилой недвижимостью в целом мы пока закончили. Давайте перейдем к решениям для отелей. Такой большой пласт коммерческой недвижимости. Ну тут все в этом плане достаточно понятно. Действительно, в сфере гостеприимства это основная задача получения прибыли и зарабатывания денег. Если говорить непосредственно про отельные телефоны от Fanville, они делятся на два основных типа. Телефоны для номеров и телефоны для ванных комнат. Если не только на картинке, а вживую. Для номеров они выглядят примерно так. Как раз буквально на следующем слайде буду говорить про то, что вот они появились в белом цвете, такие вот симпатичные, опрятные, но действительно настоящий белый цвет. То есть не бежевый, не слоновый гость, а прям пипельно-белый, да, белоснежный. И телефон для ванных комнат, такие компактные трубки, Fanville H2. Тоже про них поговорим, конечно, подробно, я еще покажу. Давайте сразу от слов к делу. На данный момент базовая модель отельных телефонов от Fanville – Fanville H3. Шесть программируемых кнопок, возможность кастомизации лицевой панели, в том числе есть возможность сделать это бесплатно. Цена немножко отличается в зависимости от цвета. Действительно, белые телефоны стоят чуть дороже. Ну, также есть поддержка ПО и есть возможность сэкономить за счет этого для заказчика заказать поставку без блоков питания чуть дешевле. Обратите внимание, что мы делаем жирно. Даже в базовой модели есть поддержка USB-портал. Где бы не находился отель, может быть, вы как знаете, европейский разъем для 220 вольт и наш разъем отечественный. Но посетителю, который приедет в гости в этот отель, не надо будет думать о подзарядке для мобильного устройства, а использует стандартный USB-разъем. Да, это правда. Мы, кстати, тоже про это писали отдельную публикацию. Лишний USB-порт в отеле никогда не лишний. Если интересно почитать, запросите в комментариях. Я тоже кину ссылку. Это не проблема. Кстати, говоря вообще про отельную телефонию, мы достаточно много говорили на разных мероприятиях и вебинарах. Сейчас мы достаточно кратко это все осветим. Если хотите узнать подробнее, в том числе и требования законодательства к отельной телефонии, вот в списке есть вебинар отдельный, посвященный этой теме. Более продвинутая модель Funnel H5. На самом деле практически ничем не отличается. Функционал все то же самое. Тот же USB-разъем для зарядки. Шесть программируемых кнопок. Но вместо физической панели пластиковой с нанесением данных здесь уже цветной LCD-экран 3,5 дюйма. На который, соответственно, в том числе и на русском языке можно внести нужные данные, поменять заставку, добавить логотип отеля, поменять иконки и подписи к шести функциональным клавишам. То есть, соответственно, ресторан, бар, вызов, такси, консьерж, сауна, что еще бывает в отелях. Ну и менять это по необходимости. Здесь розничная цена за счет наличия этого экрана уже чуть побольше, собственно, вы ее видите на экранах. Вот так на картинках выглядят новые белые телефоны. То есть, если вот уже несколько раз я показал его вживую, приближал камеру, с разных ракурсов можете также посмотреть на слайде. Но, конечно, это не все. Тот самый Fanville H2U для ванных комнат. Основное его предназначение, базовое, это именно использование как телефон экстренной связи, ну или не обязательно экстренной, в ванных комнатах отеля. Там, где он должен быть достаточно компактный, висеть на стене, ну и с возможностью экстренного вызова. Достаточно простой, понятный функционал. Ну, есть и такие продвинутые возможности, как создание трехсторонней конференции. Базовая трубка для простой и удобной связи с 10 программированными кнопками, на которые можно нести нужные значения. Ну, соответственно, также есть панель для кастомизации, где можно прописать, ну, в случае отеля, те же самые номера, ресепшн, бары и так далее, вызова экстренной помощи. Индикация как с наружной стороны трубки двухцветная, так и с внутренней стороны на кнопке Mute. Ну и, конечно же, поддержка POI, естественно, поставляется он базово без блока питания, за счет чего тоже идет небольшая экономия. Наверное, сразу переключимся на следующий слайд. То есть тут такая картинка, демонстрирующая все преимущества модели в плане возможности управления одной рукой и вообще компактности, удобства, эргономичности того, как он ложится в руку. Ну, по сути, как смартфон, как мы все привыкли, можно им пользоваться, то есть держать в руке, управлять одним большим пальцем, что, в принципе, в ванных комнатах тех же бывает очень удобно, когда, может быть, руки мокрые, например, в креме, в пене для плеча, в чем еще они могут быть. Ну, действительно, модель компактная, удобная в этом плане. Переключусь тоже вот на следующий слайд, где более подробно выделен именно внешний динамик для того, чтобы можно было с помощью этого телефона общаться в режиме громкой связи. Действительно, это так, можно освободить руки. Как один из вариантов, можно на специальную клипсу повесить трубку, чтобы он висел, ну, или можно просто рядом где-то положить, ну, или даже если он висит достаточно высоко, он может буквально просто, условно говоря, болтаться в помещении в ванной комнате. На случай экстренной связи это, опять же, удобно, когда там достаточно скинуть телефон, условно говоря, подскользнулся, постоялись, всякие случаи бывают, и попросить о помощи. Про качество звука я сказал, но, повторюсь, действительно, здесь присутствует звук HD, как в трубке в динамике, так и в разговоре по громкосвязи, ну, и, конечно, технологиях подавления. Про эту модель, наверное, все рассказали, но вернемся к отельной телефонии вообще. Здесь нельзя не упомянуть как раз о микросотовых IP-дэксистемах. Дело в том, что в отелях, конечно, звонки бывают между сотрудниками и во внешнюю среду, но они далеко не так чисты, как в офисе. Здесь гигасет подходит в большей степени. Да, если раньше говорили про микросотов от Елин, здесь уже про гигасет. Ну, конечно, не забывайте про то, что не только постоянцам, но и сотрудникам нужна IP-связь, нужны устройства. Если где-то на ресепшне ставится IP-телефон от Елин, то для мобильных сотрудников, охранников, консьержей, носильщиков, борщиц и так далее, эти трубки пригодятся, обеспечивая постоянную, бесперебойную, бесшовную связь на территории всего отеля, в том числе где-то в подвайных помещениях, может быть, в помещениях ресторанов, в лифтовых шахтах, опять же, чтобы сотрудники всегда были на связи, и это могло повышать качество обслуживания ваших постояльцев, в конечном счете зарабатывать больше денег. В гигасет есть очень хорошая пылевлагозащищенная трубка с фонариком, которую, да, могут использовать сотрудники. Где-то в подсобных подвальных помещениях фонарик будет совсем не лишним. И даже у нас самих был случай в нашей практике, когда мы в одном из отелей проводили мероприятие, не могли разместить свое оборудование, потому что сотрудник отеля находился где-то в подвальном помещении, где у него не работал мобильный телефон. Если бы он пользовался микросотовой системой, если бы в этом отеле была бы развернута микросотовая система, таких бы проблем не возникло. Да, моменты решения, замена, рация. Во-первых, рация, конечно, тоже бесплатная связь учебных, но это неконфиденциально, неудобно, мешает постояльцам по всем пунктам действительно прошлого века, так сказать. Здесь же мы имеем бесплатную связь между сотрудниками с высоким качеством и без каких-то не было проблем. Это все, конечно же, не отменяет тот факт, что использовать микросоту от гигасет можно и в других типах коммерческой недвижимости, конечно же, у автодилеров популярны эти решения, на складах. Ну вот, как такой каноничный пример, это именно использование в отелях, поэтому именно в эту часть презентации мы этот слайд добавили. Ну, как коммуникационные платформы, наверное, я пару слов скажу. Мы уже упомянули, что есть две разные, скажем так, по идеологии платформы, это E-Star в виде аппаратных АТС, есть программная платформа 3CX. Надо сказать, что обе эти платформы подходят для использования в отеле. Например, в АТС E-Star есть платный модуль отель, который может быть использован для небольших отелей, и этот модуль позволяет резервировать номера, полностью выполнять все необходимые процедуры для ведения отельного бизнеса, позволяет звонить из номера, позволяет заказывать какие-то услуги в номер. Плюс в E-Star есть также платный модуль под названием Char, который позволяет АТС E-Star интегрировать с известными популярными PMS-системами, которые применяются в более крупных отелях. Вы, наверное, сразу скажете, что такое PMS, могут возникнуть вопросы, но это расшифровывается как Property Management System, система управления собственностью, система управления отелем, то есть специализированные CRM-системы для гостей. В отличие от E-Star, в 3CX встроенного собственного модуля отеля нет, но зато есть бесплатная встроенная интеграция с известными и популярными на рынке системами управления отелей. Поэтому тут тоже в плюс, надо занести это 3CX, все-таки данное сравнение. Да, в Майперспиделе, Опер, все лидеры рынка интегрируются. Можно сделать замечание о том, что в России более популярна также платформа 1S-отель, но у нас есть инсталляции, примеры, где партнеры за счет IP успешно этот вопрос решали, и для заказчика это тоже не стоит каких-то серьезных бюджетов. Именно поэтому наши следующие примеры реализации и подсчеты будут устроиться на платформе 3CX. Да, мы придумали некий среднестатистический отель 3-4 звезды на 50 номеров и посмотрели, а сколько в нем вообще будет стоить, ну и вообще, что нужно размещать в различных помещениях, как для постояльцев, так и для сотрудников. Здесь на слайде вы можете изучить наши предложения по схеме телефонии и домофонии, что где нужно расставлять, какое оборудование использовать. Оборудования очень много. Я имею в виду слайд и стрит, но надо сказать, что видеонаблюдение вынесено за скобки, потому что нам даже есть... Да, это правда, но мы предусмотрели и систему оповещения с помощью шлюза FAN LPA2 и устройство связи в ресторанах, в лифтах, в лобби, то есть в общих помещениях. Ну, единственное, что тут можно оговорить, что, наверное, еще часто бывают отели с большими парковками, где также можно и нужно предусмотреть устройство экстренной связи, но парковки в целом мы тут достаточно обошли стороной. Не совсем это недвижимость, не совсем коммерческая, ну и все охватить невозможно. Но вот хочу сказать, что мы такие кейсы рассмотрели подробно вот в нашей брошюре на русском языке, которую специально готовили. Можете, опять же, обратиться, попросить ее в электронном или бумажном виде, в том числе посмотреть вот про автострады и про парковки, что мы предлагаем для таких решений. Ну, решений для самых-самых разных, о чем мы сегодня не упоминаем, что тоже можно отнести коммерческой недвижимости, как частые школы, промышленные предприятия и так далее. Ну, опять же, все охватить нельзя. Ну, вернемся к нашему типовому отелю и что вот в итоге это все оборудование выливается в бюджет для конечного заказчика, на самом деле не так много. Всего около 15 тысяч долларов США в рекомендованных розничных ценах на построение полноценной телефонной и домофонной сети в отеле на 50 номеров с учетом всех сотрудников, с учетом офисных помещений, защищенных вызывных панелях в общих зонах и интеграции с ПМС отеля. Даже аудиоконференц-телефон для переговорной комнаты, кстати, предусмотрели, что тоже не лишнее. Также можно и нужно рассмотреть совсем маленький проект небольшого хостела, где нам нужно обеспечить связь только для сотрудников. Ну, конечно, в хостелах в номерах и около кровати телефоны не расставляются. В лучшем случае какие-то экстренные кнопки по одной на комнату. Аудиодомофон на входе, видеонаблюдение в входной зоне и на ресепшене, ну, или также в какой-то общей зоне. Но здесь важен бесшовный Wi-Fi. Для путешественников и для сотрудников, конечно, это важно и нужно. То есть здесь уже мы предусмотрели различные аспекты и сетевое оборудование, видеонаблюдение, телефония и домофония. И общий проект такого среднего хостела у нас вышел всего в 2100 долларов США в рекомендованных розничных ценах. Ну, действительно, не так много, как могло бы оказаться. И ресторан, как отдельная зона в сфере хорика, в сфере гостеприимства, может быть, как отдельное здание, так и, опять же, в рамках гостиницы. Здесь не так много абонентов, поэтому мы предусмотрели гипридное IP-ATS-HIA-STAR-S20. Но для сотрудников нужны дек-телефоны. Ольга-влагозащищенные. Да, конечно, защищенные. Помещение не такое большое в нашем примере, поэтому здесь мы используем не микросоту, а обычную базовую станцию и гигасет. И раздаем, соответственно, сотрудникам телефоны, чтобы они могли принять звонок, заказ, бронирование столика, ну или сами осуществить вызов или позвонить друг другу. И вот такой пример вместе с видеонаблюдением, опять же, повторюсь, выходит всего около 3600 долларов США. Ну и также здесь, да, предусмотрен домофон, опять же, для ограничения доступа в какие-то служебные помещения, может быть, на кухню, в какие-то цеха, куда просто зашедшим с улицы людям доступ не нужен. Я хотел бы сказать, что для кафе, ресторана еще актуальной темой является озвучка помещений. И тут хотелось бы пару слов сказать про оборудование ITC. Это микшер-усилитель ITC и устройство управления, и также акустика. У данного микшера-усилителя есть возможность на вход подключить до 6 источников сигнала, в том числе есть встроенный MP3-плеер, есть у этого микшера-усилителя встроенный FM-приемник, а выходных каналов у этого усилителя 4. То есть 4 помещения можно оснастить спикерами, оснастить акустикой, и в каждом из этих помещений с помощью контроллера ITC можно выбирать свой независимый источник сигнала, то есть какое радио или какая музыка будет играть в конкретном зале, и независимо также для каждого из 4 помещений можно регулировать уровень громкости. На примерах это может быть как внутри помещения, вот вы видите, колонка находится под потолком кафе, так и есть акустика у компании ITC, пыль и влага защищенная, которая декорирована под природные камни, которая может быть размещена в каких-то рядом с верандой или в летних кафе и органично смотреться в ландшафте. Ну и если вернуться все-таки к отелям, от которых мы изначально отталкивались к этому типу коммерческой недвижимости, то надо сказать, что в достаточно крупных отелях всегда есть конференц-зал, в котором проводятся мероприятия, которые отель сдает в аренду и на этом зарабатывает. Так вот вместе с арендой помещения в подавляющем большинстве случаев заказывается еще и акустика, на этом тоже ательеры могут зарабатывать. И вот на данном слайде представлено оборудование ITC для конференц-залов. Состоит это оборудование из радиомикрофонов. Микрофоны есть различных типов, как ручной, так петличный, так и головной. Соответственно, для этих микрофонов есть приемник радиосигнала, есть микшер, подавитель обратной акустической связи, чтобы колонки, находящиеся рядом со спикером, если он с микрофоном вдруг подошел к акустике не самовозбуждались и не зацикливались, для этого используется подавитель. Ну и, конечно же, усилитель для того, чтобы сделать звук оптимального уровня громкости для всех, кто находится в зале как близко к выступающему, так и где-то в конце зала. Вот такое решение для отелей на основе оборудования ITC именно для конференц-зала обойдется в 3365 долларов. В дополнение, про то, что мы говорили, общий бюджет можете прикинуть. Если говорить про еще помещения, которые могут быть в отелях, которые вы можете встретить, то это в больших отелях это переговорные комнаты. Они могут использоваться как для встреч оффлайн, то есть люди будут какими-то большими делегациями общаться друг с другом, так и для переговоров по видеоконференц-связи. Эти залы обычно оснащаются уже индивидуальными микрофонами, которые расставлены на столе. И кроме этого, в данном зале предусматривается оборудование для видеоконференц-связи. Как вы можете видеть на слайде, оборудование для видеоконференц-связи используется Geolink. Микшер подавителя обратной связи и акустика взят из предыдущего слайда, они примерно такие же, но для того, чтобы подключить микрофон на столе, потребуется аудиоконференц-система, как в Америке сидит. Опять же, все справедливо, наверное, не только для переговорных комнат гостиницы, но и для офисов, для каких-то каворкингов, переговорок, которые сдаются в аренду. Совершенно верно. В большинстве бизнес-центров тоже есть такие помещения, которые можно арендовать для переговоров или удаленных каких-то ПКС-сессий. Ну и перед вами сейчас на слайде представлено предложение по оснащению переговорных комнат. Все, что вы видели на схеме в предыдущем слайде, здесь сведено в таблицу, и оснащение такой комнаты обойдется в 21 885 долларов. Выглядит это следующим образом. Это помещение с большим столом, с большим количеством посадочных мест. В нашем расчете мы использовали 10 индивидуальных микрофонов, 3 беспроводных индивидуальных микрофона. Ну и вот примерно как на изображении, есть ЖК-панели в помещении, есть система звукоусиления и акустики. Любые переговоры любого формата можно в таком помещении переводить, как в отеле, так и вот, как Илья добавил в бизнес-центр. Опять же, приходите к нам в деморум в московском офисе, все можно показать в ЖК. Запись в деморум доступна на нашем сайте ipmatika.ru, в соответствующем разделе можно оставить заявку на посещение, и мы вас будем завышать и ждать. Ну и, наконец, рассмотрим некоторые другие сценарии использования оборудования, о котором мы говорили. Опять же, повторюсь, что все не обхватишь, поэтому призываю вас заказать себе вот эту брошюрку подробную от Funvel, посмотреть самые разные сценарии использования, или, опять же, рекомендую посмотреть недавний вебинар не только про отельные телефоны, но и про новинки от Funvel в области томофонии, которые, тем более, подробно разберем также некоторые кейсы, о которых сейчас говорить не будем. Но о чем мы поговорим? Пойдем от частного к общему. Опять же, вот эта трубка Funvel H2O, о которой мы уже говорили, она может также применяться не только, конечно же, в гостиницах, а как универсальное устройство для самых различных помещений, в том числе, например, какие-то больницы, которые, опять же, могут быть частными, их можно отнести к коммерческой недвижимости, общежития, ну, то есть любые помещения, где есть длинный коридор, где нужно на стенах повесить маленькое компактное устройство для связи, ну, и, в том числе, оповещения. Супермаркеты и небольшие кафе. Здесь обычно мало места на стойках, около кассы, нужно поставить какое-то устройство. Ну, вот, например, у нас были кейсы, когда ставили телефоны E-Link T21, но если взять трубку H2O, то она еще меньше, еще более компактная, ну, и удобно, опять же, разговаривать одной рукой, ну, и также в режиме громкой связи можно общаться и при этом что-то делать, пробивать заказы, собирать товары, например, наливать кофе. Еще один пример, такой интересный, нетиповой, так скажем, коммерческой недвижимости – это аэропорты. Здесь также наш двою находит свое применение на стойках регистрации, где тоже мало места, и сотрудникам нужна постоянная связь, где также шумно, поэтому качество звука тоже важного. Но мы, в том числе, и более комплексные проекты смотрели для аэропортов, прикидывали. Кстати говоря, в различных аэропортах в России и в других странах используются как коммуникационные платформы Ястар, так и 3CX. Например, в Пашковском, в Краснодаре, в Кольцово в Екатеринбурге, в аэропорту Дубая, насколько я помню. Также отдельные авиакомпании используют такие решения, как, например, AeroFrance, про этот кейс мы тоже писали. Так что связь действительно для организации связанных связей крайне важна. Но вот здесь мы посмотрели такой небольшой, прямо скажем, аэропорт, конечно, не Шереметьево и не Домодедово, но мы пытались предусмотреть самые разные кейсы применения оборудования, самые разные помещения. И в итоге у нас получился такой средний кейс на 17,5 тысяч долларов США, где предусматривается самое разное оборудование для связей, в том числе для экстренной связи в общих помещениях и для оповещения с помощью СИП-колонок IW-30 от ФАНД. Другой еще пример коммерческой недвижимости – склады, о которых мы говорили в начале вебинара, в том числе применительно к оборудованию Гигасет. Ну вот, такой типовой пример небольшого склада. Давайте сразу посмотрим, во что это выльется. Здесь у нас всего меньше двух тысяч долларов для телефонизации и построения сети в складском помещении. Совсем, как вы видите, небольшие бюджеты для этого требуются. Но про видеонаблюдение для склада нужно поговорить отдельно. И действительно, видеонаблюдение – это, наверное, одна из самых важных аспектов в складских помещениях, чтобы никто ничего не украл. Но если уж вдруг произошел какой-то, например, взлом или хищение, чтобы можно было получить записи, оперативно все расследовать, ну вот в нашем проекте это получилось порядка 3400 долларов США в розничных ценах для обеспечения наблюдения на таком объекте. Ну, кстати, по сути, с нашего склада компания «Эпиматика» списывали этот проект так, что можете воспринимать это как действительно реальную инсталляцию, которая существует и работает. И такой еще, может быть, пример нетривиальный. Действительно, Дмитрий даже не показывал этот слайд, возможно, сейчас видит его в первый раз. Ну, бум квестов в России прошел, но все равно мы вот посчитали ради интереса, что может быть нужно и что может быть применимо в таких помещениях, где нужны и домофоны, и телефоны для сотрудников, которые постоянно должны быть на связи, Wi-Fi для гостей, которые пришли и чего-то ждут, хотят быть в сети, что, кстати, важно не только в таких помещениях, но и вообще везде может быть в каких-то лофтах, опять же, кальянные часто устраивают в подвалах, где мобильная связь плохо работает и нет уверенного сигнала. Конечно же, нужно тогда гостям для их комфорта обеспечить бесперебойно доступ к Wi-Fi. Вот так опять в сферу гостеприимства мы немножко проникли, хотя вроде от гостей не сатошли, но действительно от этого никуда не деться, именно в коммерческой недвижимости это, наверное, одна из основных вообще. В том числе, даже автосалон часто находится где-то на ошибке, и мобильная связь может быть совсем плохой, и Wi-Fi в том числе будет нужен посетителям, которые либо привезли машину в сервис, либо приехали для выбора автомобиля и пользуются каким-то доступом в интернет. Другого варианта там быть не может. Да, это правда. Ну и вот здесь у нас общая сделанность решения вышла примерно в 3500 долларов США, но, кстати говоря, телефоны, домофоны в том числе можно использовать как элемент таких квестов, так что они могут еще и в этом отношении сослужить службу, так что, если захотите открывать свой квест, обращайтесь к нам, у нас все для этого есть. Еще один пример, ну, действительно, полцентры сами по себе достаточно сложно притянуть под понятие коммерческой недвижимости, но можно. Бывают аутсорсинговые контакт-центры, специальные организации, которые воспринимаются именно как коммерческая недвижимость, где созданы условия для работы колл-центра. Ну, здесь буквально в нескольких словах. В основе платформы 3CX, мы уже сказали о том, что там заложены возможности для работы колл-центров, для сотрудников рекомендуем использовать наши гарнитуры от VT, как проводные, так и беспроводные, но также у нас есть замечательная модель специализированных телефонов для колл-центра Panvel X2, который без трубки, но с возможностью подключения различных гарнитур, в том числе и для оператора, и, например, для супервизора можно сразу две гарнитуры подключить. Компактные, не занимают много места, ну и, кстати говоря, в нем еще есть замечательные аксессуары. Особенность это педаль, которая подключается отдельно, и оператор может педаль отвечать такой на вызов, тем самым освободив свои руки для работы с данными абонента. Говорят, в индийских колл-центрах такое решение обладает большой популярностью в России пока не очень. На этом мы закончили. Единственное, что, спасибо за внимание. Если даже 30 секунд, я еще хотел похвастаться. Также у нас на складе есть вот такие красные телефоны от Funville, Funville, Red. Можете также обращаться, взять, потестировать, посмотреть. Ну, может быть, цветопередача такая, что он вам может казаться малиновым, но он здесь прям ярко-красный. он действительно ярко-красный. По своей философии этот продукт скорее подразумевается для использования в скорой помощи, службах, спасения, где требуется яркое выделение телефона на случай экстренных ситуаций, ну или для консьержей, полицейских и так далее. Поэтому, может быть, именно в плане коммерческой недвижимости он не так применим, поэтому не было в кейсах выше, но вот не показать и скрыть его от вас лишний раз я тоже не могу. Я бы себе такой на стол поставил, чтобы принимать звонки от генерального директора. Звонит красный телефон, все, надо бросать все остальные дела. Да, все так. Это, пожалуй, все, Дмитрий, если у тебя нет дополнений, замечаний. Спасибо вам за внимание. Оставляйте какие-то свои вопросы, комментарии, мы на них удовольствием ответим. Да, пишите в комментариях вот тут вот на Ютубе и на Фейсбуке. Ставьте лайки, ставьте колокольчик. Всем спасибо. Спасибо вам.